Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях профессор Таргул Исмаил. Здравствуйте, господин Исмаил. Здравствуйте. Давайте с вами обсудим визит президента Лива в Турцию, встречу с президентом Эрдоганом. Сейчас многие, кстати, сравнивают визит президента Лива, который приехал в Турцию, и господина Кабахидзе, например, министр Грузии, который приехал, первый визит совершил в Брюссель, говоря о том, что все-таки Южный Кавказ не может обрести свою субъектность, а раз первые визиты, например, в Грузии либо в Армении, совершают Европу, в то время как лидер Азербайджана летит в Турцию. Согласны ли вы с этим, что Южный Кавказ по-прежнему старается опираться на внешних игроков? И как бы вы оценили визит президента Лива в Турцию? Спасибо большое, но это же не первый визит. Обычно президент и Турции тоже свой первый зарубежный визит делает в Азербайджан. Таким образом, я президент Азербайджана после выборов, естественно, первым визитом посетил Турцию. Это уже как бы дипломатический такой заранее уже такой трафик, который до сих пор и Турция, и Азербайджан показывают. Кроме того, Азербайджан и Турция являются союзниками. И этот союзнический договор был подписан в 2021 году в Шуше, где уже с стратегической точки зрения перешли на как раз союзнические отношения. Естественно, исходя из этого, Турция является союзником Азербайджана, Азербайджан также является союзником Турции. Но по поводу Грузии, Грузия тоже входит в тройственный так называемый союз. Постоянно Турция, Азербайджан и Грузия совместно проводят определенные мероприятия по безопасности, по экономическим связям. Это продолжается. Я думаю, что просто, скорее всего, политики разных стран Южного Кавказа смотрят на вещи иначе. Вот, например, самая большая проблема как раз у Армении. У них нет куда поехать пока первоначально, а то Россия или Запад. Грузины, конечно, были до этого с Западом открытых связей. Азербайджан немножко смотрит на вещи иначе, более практично смотрит. Еще раз повторюсь, союзнические отношения с Турцией и придерживается определенных отношений с Россией тоже. Вот держит такой баланс. Даже можно напомнить, когда Европейский союз предложил странам Южного Кавказа и трем странам Восточной Европы, так можно выразиться, да, Украине, Белоруссии и Молдове, о ассоциированном членстве так с Евросоюзом, который не предлагал полностью членство, а просто-напросто входило как бы геополитическое пространство ЕС. Только Азербайджан дистанционно держался, ведь Украина, Молдова и Грузия, они подписали это соглашение. Вот Азербайджан держался, в отличие от Белоруссии и Армении тоже, которые держались в тесном контакте с Россией. Ну, Азербайджан держал все-таки нейтральную позицию, и вот так сложилось, что постоянно с Турцией сотрудничают. Это было, ну, и видно совсем недавно, вот в 44-дневной отечественной войне, Карабахской, да, второй, когда Азербайджан фактически полностью получил поддержку со стороны Турции на высшем уровне. Сейчас постоянно говорят о том, что между Азербайджаном и Турцией равное отношение. То есть это говорят как, скажем, в печати туркоязычной, так и в Азербайджане язычной. Собственно, это один язык практически, я имею в виду с точки зрения принадлежности. Вот действительно ли удается выстраивать между странами отношение РАМ, да, потому что я почему задаюсь этим вопросом, потому что до российской агрессии в Украине, до 2014 года, одна из причин этой войны была в том, что, скажем, Россия всегда смотрела с высоко на Украину, да, ну, как там империя, как большая страна. Вот как удается Турции выстраивать равные отношения с Азербайджаном и наоборот, соответственно? Ну, дело в том, что в наших отношениях не было такого понятия, что какая-то часть территории была бы, так скажем, эксплуатирована или оккупирована каким-либо государством. Исторически так сложилось, что даже когда Азербайджанская республика, да, когда образовывалась в 2018 году, первым пришли на помощь как раз, несмотря на трудности на Первом мировой МНЭ, как раз из Анатолия, из Турции. Кавказская исламская армия, которая поддержала Азербайджанская республика, освободила и территорию Азербайджана, и Баку от, опять же, оккупации, и была создана Азербайджанская республика со столицей города Баку. То же самое и в дальнейшем, и при Ататурке тоже мы видели, что, например, несмотря на сложности, Мустава Кемал Ататурк тоже, например, в Карских, Московских договорах настоял на том, что Нахчеванская территория Нахчевана без передачи на какие-либо третьи страны был присоединен к Азербайджану, и это было подписано. И первоначально, опять же, двухсторонные такие отношения держались до 1924-1925 года. Все ухудшилось, когда Сталин начал иметь претензии к Турции, Карскую область и на проливы тоже. Я думаю, что и начиная с 1988 года, опять же, видим поддержку Турции во всех отношениях. Может быть, в первоначальном этапе, когда Азербайджан восстановил свою независимость в 1991 году, может, Турция не была полностью готова к этому, и политики не совсем знали, как, что и каким образом. Но через определенное время я, например, это уже точно знаю, зная и ту, и другую страну, живая и там, и тут, что уже отношения складываются достаточно реалистичные. То есть, какие-то не таких эмоциональных, чувствительных отношения, а уже мы видим, практически создается, например, для примера, модель армии, система безопасности, экономические взаимоотношения, энергетические проекты, коммуникационные проекты. Это очень тесные связи и равноправные связи. Например, один для них пример, только один пример, Танап чего стоит. Это Турция и Азербайджан совместно будут продавать Азербайджан. То есть, Турция будет и использовать, одновременно продавать азербайджанский ГРАЗ, Европу тоже. Кроме того, здесь, опять же, напомню, что вот в энергетических проектах, иногда мы всегда говорим о газе, нефти, но вот электрическую энергетику, как раз вот Азербайджан, Турция и Грузия совместно создали такой мост дружбы, так называемый, и продают, опять же, эти страны через Турцию и Европу тоже, и взаимно друг к другу. Вот такие отношения есть. И более реалистичные. И еще раз говорю, подтверждение этого, самое главное, вот это самый реалистичный подход, это подписание в Шуше в 21-м году, это декларации о создании прочного такого союзнического отношения, когда уже отношения, в частности, перешли на более высокий уровень. И тогда президент Азербайджана, вот в последней поездке, тоже говорил одно, когда как-то в свое время говорил, что вот такой лозунг есть, да, одна нация, два государства, но даже вот в этот период я тогда тоже говорил о том, что модель армии настолько похожа, что одна нация, два государства, одна армия из моделей, то есть это не натовская, а как раз тюркская модель азербайджанской армии, очень похожа дисциплина, похожа обучение, образование, система обмундирования, подготовка, и, естественно, это имеет значение, общие интересы и так далее и тому подобное. Ну, сейчас вот в последнем визите во время президента Азербайджана и Турции подписали еще о создании совместного университета тоже, уже система обучения где-то тоже говорит о том, что становится еще более ближим, хотя достаточно студентов из Азербайджана обучаются Турции и из Турции в Азербайджане, вот этот опыт есть, создаются совместные уже семьи, совместные браки, раньше немножко смотрели иначе, сейчас уже более-менее все нормально, уже отношения, то есть сближение идет, и в истории объекта государств никогда не было вот такого предвзятого отношения друг к другу или такого имперского подхода к проблемам. И всегда была поддержка, всегда была помощь в прямом смысле этого слова. Ну, я не хочу сравнивать Украину с Россией, там совсем другие сложились исторические отношения, да, и с Польшей тоже. Например, царская Россия четыре раза разделяла Польшу, да, вроде славяне, одно и того же происхождения, но и в последний раз советский период, когда фашистская Германия, Советский Союз, опять же, расчленил Польшу тоже. Ну, это уже другие исторические условия сложились там, а в нашем регионе совсем другие исторические условия. Тем более, здесь еще надо понять, что, зная историю, и Османская империя, и Сафавидов создавали одни и те же тюркские племена практически, хотя они воевали между собой, но одно и того же происхождение, поэтому, в принципе, и в Турции, и в Азербайджане этническая такая, ну, основа или этнический фундамент одинаковый. Язык, может, современный язык, литературный отличается, да, научный язык тоже, но народный язык, вот разговорная речь большая, Анатолий практически похож на азербайджанский, одинаковый. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально, это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо в Азербайджане, Италии, Австрии, Германии, это можно сделать через PayPal, через там Revolute, если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью там криптопереводов, с помощью того же PayPal, в общем, друзья, буду вам благодарен за поддержку канала, на самом деле это очень удобно сделать, вот тот же самый Revolute позволяет с любой картой абсолютно по ссылке задонатить на развитие канала. Пожалуйста, друзья, не забывайте поддерживать, я вам буду благодарен за поддержку, спасибо. Поднимается вопрос сейчас о переформатировании тюркского мира, у нас есть организация тюркских государств, куда, напомню, входит помимо Азербайджана и Турции, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, поднимается серьезный вопрос, он связан, прежде всего, с образованием структурного фонда для этих государств, которые могут быть, из которых можно было бы финансировать и важные инфраструктурные проекты оказывать помощь государством, организации. Также поднимается вопрос о приведении единых стандартов тюркского языка, так, чтобы и в языковом плане страны сблизились друг с другом. И, в общем-то, это достаточно интересная модель интеграции, которую мы сейчас наблюдаем. И если, скажем так, из этого что-то выйдет, то это, можно сказать, будет совершенно новая модель. Объясню, почему. Потому что все-таки до этого наиболее успешная интеграционная модель была как раз в Европейском Союзе. Это был созданный европейское мнение угля и стали, дальше другие мнения. Но они все строились, скажем, между государствами, схожими политическими системами. Происходила интеграция. Из области экономики она переходила на другие сферы. Вот тюркская интеграция, она особенно тем, что там политические системы тоже схожи, но они не такие, как европейские. Значит, если у них удается интеграция, то подтверждает, что для интеграции не обязательно, чтобы страны носили в себе печати европейской демократии. Они могут быть самобытными, но при этом интегрироваться. И второе, это просто будет, в принципе, успешный кейс интеграции по культурному признаку. Вот как вы оцените эту перспективу? Спасибо большое. Во-первых, надо сказать, что процесс или идея такой интеграции еще существовала в конце XIX века, в начале XX века. И российские империи, тюркские народы и другие, они вот об этом говорили, пытались. Например, Исмаил Беккаспринский очень говорил, да, в единстве Иштаберлик, МЛД Берлик, Дильда Берлик, то есть единство речи, единство дели, единство общественной культуры и так далее. Эта идея продолжается, например, в современном флаге Азербайджана тоже Тюрк-Лешмек, Ислам-Лашмак, Чахдаш-Лашмак. Это говорит о том, что туркизация, исламизация и модернизация. Эта идея существует и в Турции, и в других государствах тоже, да, то есть и в этническом плане близкие, и в религиозном в этом смысле можно сказать, что очень близкие практически, если так смотреть, в основном тюркизские народы это мусульмане, но есть и христиане, есть и тенгрианцы, есть и, конечно, другие религии тоже. И, кстати, евреи тоже, да, в этническом, то есть религиозном понятии этого слова, юдаизма. Здесь своеобразная интеграция, но прежде всего хочу сказать, что современная интеграция – это все-таки политико-культурная интеграция, в первую очередь. Начиная с 90-х годов, начало, где в этом процессе я тоже активно участвовал, как ученый видел, была попытка создания единого алфавита, в первую очередь, единой истории, единой разговорной речи и взаимопонимания. Процесс идет, это очень простой, сложный, но процесс идет, интерес есть. Здесь самым, может быть, удачным примером можно говорить как раз в период пандемии, когда вот тюркские государства начали помогать друг другу, в этом смысле Турция очень активно поддерживала и так далее и там подобное. Ну, сейчас, конечно, очень немало проблем, прежде всего это экономически-интеграционные вопросы сейчас поднимаются. Почему? Потому что все-таки создание организации тюркского государства – это новое, да, вот это что-то новое. Говорится о том, что это уже так бы идея, имеющая там определенном смысле, фундамент и так далее. Новая идея, и некоторые государства вступили в ряды к этой организации недавно тоже. Ну, видим, что процесс идет. Я надеюсь, что это будет хорошим премиумом. Самая главная здесь идея в чем? Она не направлена против других государств, против третьих государств, понимаете? А несет в себе оттенок вот именно сотрудничества для развития региона, стабильности, безопасности мира. Вот это вот самый главный, основной момент. Как вы считаете, могла ли бы вот эта вот организация тюркского мира, она повлиять на процесс, то что английское называется, rapprochement, то есть сближение Армении и Азербайджана, потому что мы видим, что пока процесс буксует. То есть даже на встрече, которая была в Мюнхене между Пашиняном и Алиевым, стороны договорились о том, что встретятся их министры. То есть переводя с языка дипломатического на язык человеческий, мы понимаем, что тянется пауза. То есть есть какие-то, скажем так, противоречия, которые неразрешимы. Прежде всего, я думаю, что пока Пашинян не может, скажем так, пойти на конституционные изменения, на которых настаивает Азербайджан. С другой стороны, Запад и, скажем, диаспора армянская, они требуют более радикальных действий. Позиция радикальная, естественно, здесь необходимо Пашиняно лавировать. В этой ситуации, вот, скажем, могла ли бы вот как раз организация тюркского мира, которая, к слову сказать, принадлежат страны, с которыми у Армении нормальные отношения, там, Казахстан, Узбекистан, они, кстати, входят в ДКБ, сыграть какую-то роль именно в урегулировании отношений из Азербайджана и Армении? Конечно, могут. И я думаю, что даже они пытаются что-то делать, но дело в том, что вся проблема в Армении. Армения должна сама решить, как и каким образом это государство хочет существовать. То есть, вы говорите, обычно говорят, что Азербайджан требует изменения Конституции Армении. На самом деле, от Армении нужно изменение Конституции. Почему? Потому что в нормальном государстве Конституции обычно не стоят такие пункты о претензиях к чужим территориям. Тем более, это, ну, как скажем, не соответствует современному международному праву и практически фундаментам ООН. Кроме того, Азербайджан, Турция, даже в Иране, даже в Грузии, где находится Армения, да, в этом регионе, она практически, ну, как скажем, окружена, вот так если грубо сказать, чужским элементом. То есть, обычно население. Вот. И в Иране тоже компактно проживает как раз у границ Армении, тюркские азербайджанцы, да, вот Тебриз и этот регион очень непростой. И в Грузии тоже немало этнических азербайджанцев и месхетинцев, которые, опять же, близко к границе Армении живут. То есть, этот конфликтный процесс, конечно, если будет продолжаться, это негативно будут сказываться на самой Армении. Армении надо решить проблему, как и каким образом в дальнейшем будет существовать, еще раз повторяю, это государство. Конечно, Казахстан может в этом вопросе помочь, и Киргизия может помочь, они состоят в ОДКБ. Как раз они предлагали, объясняли, что территориальная целостность Азербайджана, естественно, это один из важных факторов и тому подобное. И Узбекистан может помочь в этом вопросе. Ну, хочу сказать, что здесь, опять же, сложность состоит именно в том, что, в первую очередь, армянам самим надо решать, как и каким образом они в дальнейшем хотят жить. Азербайджан практически выполнил ту задачу, которая стояла перед ним. Освободила оккупированную территорию, а насчет территории Армении, Азербайджана и Турции претензий нет. А вот Армения, к сожалению, и в конституционном смысле этого слова, и в высказываниях политиках имеет определенные претензии. Да не только к Азербайджану, не только к Турции, и к Грузии тоже. Даже сейчас уже появились идеи от территориальной твердензии к России и другим государствам тоже. Что своеобразно и интересно, да? Малочисленное население, а вот претендует на огромные территории, практически это уже неравные, так скажем, силы, возможности. Если считать, что в целом взять Турцию, Азербайджан, это более 100 миллионов населения и сильной армии, а Армения слабоэкономическое состояние, слабая армия и там подобное. То есть получать какие-то из Запада или из других стран какие-то оружие или поддержку, это никогда не поможет ни к чему. И не приведет к хорошему. Но Армения же может сказать, что Армения вместе с Ираном тоже около 100 миллионов. Россия же говорит, что вместе с Китаем у нас около двух миллиардов. Понимаете? То есть так же можно говорить. Ну, последнее. Это можно сказать, но это не подтверждается. Почему? Потому что вот последнее высваживание как раз Пашиняне говорит о том, что когда он говорил и отмечал в Минхене, выступая перед армянской диаспорой, когда мы какие-то отношения создаем с Ираном, то охудшаются отношения с Западом. Вот когда мы что-то делаем с Западом, создаются проблемы с Ираном. Вот это реальность. А у Азербайджана таких проблем с Турцией нет. То есть Азербайджан и Турция являются союзниками. Это очень серьезно и достаточно серьезно. Даже сказать, вот я могла Армения говорить, что вот мы с Россией союзники, это более правдоподобно. И почему? Потому что состоят ВОДКБ, состоят в Евразийском экономическом союзе. Но мы видим, что армянская политика в этом вопросе тоже как-то считает Россию предателем, изменником и так далее. И пытается лавировать между Западом, Россией и Ираном. Так что вот такие, как скажем, вопросы, конечно, не решаются. Поэтому Турция и Азербайджан предлагали новую формировку. 3 плюс 3. Это одна идея была. Потом в дальнейшем, кстати, я тоже выступаю по телевидению о государстве Турции, говорю. И потом, ну, я не говорю, из моих уст это пошло. Просто президент Турции тоже высказал идею 2 плюс 2. То есть Турция и Азербайджан, Россия и Армения. То есть как государство-союзники сесть за стол и договориться по этому поводу. Вот это самый идеальный подход. Остальное все это Франция будет или какой-то европейское государство или АМИ, Соединенные Штаты Америки. Вопрос конкретно решить практически невозможно будет. Потому что у них свои идеи, свои взгляды на наш регион. Спасибо вам большое, профессор Асмейл, за это интервью. Профессор Таргул Асмейл был сегодня с нами. Подписывайтесь на канал, комментируйте. До новых встреч. Огромное спасибо.